Всем привет! На канале Дендробен и Сталинграды, как всегда, коротенькое видео. Ну, насколько получится коротенькое. Всё-таки решили мы снять завершение на влияние температуры на выход ювенилов и рост червячка. Сегодня 16 мая, ещё месяц прошёл, начинали мы с 16 аж декабря прошлого года. Ну всё, завершаем. Вот, оставили бы последние две коробочки. Одна коробочка у нас с сибиряками. Это у нас 50 коконов заселяли мы 16 декабря 2019 года. А вторая коробочка мы охладили коконы. Это 12 марта мы их заселили. 12 марта, а 16 апреля мы их достали. А, ну а 16 апреля мы последний ролик снимали. Здесь оставалось у нас 45 ювенилов и 5 коконов. Взвешивать мы не взвешивали, они совсем маленькие. Вот такие здесь стали ювенилы. Не знаю, видно, что не видно. Вот. За месяц. Это те, которые у нас сутки мы держали. Охлаждённые. Охлаждали. Ну, вот такие они. Тут было 5 коконов ещё. Вот. А вот эти у нас сибиряки, которые прошли долгий путь консервации и замедления выхода. Ну, вот что я хочу вам сказать. Не знаю, видно. Они практически одинаковые. Вот. Сейчас мы это быстренько отберём. Завесим. И для сравнения есть вот ящик. Я принёс. Именно вот какие они стали червячки декабрьские. Всё-таки на 3 месяца мы их задержали. Вот. Сейчас быстренько мы их отсеем. На 3 месяца мы задержали. Сейчас уж фактически 4 прошло. На 4 месяца получается, да. Вот. И сейчас мы это дело всё сравним. И сравним вот это, которое декабрьский ящик стоит. Какие они могли быть. Значит, насколько можно задержать и насколько массу удержать. Так. Отбираем. Ну, и вот мы подходим к финишу. Вот это червячки у нас. Те, которые охлаждались на сутки в холодильнике. 12 марта 16.04 мы их смотрели. Были совсем малипусики. Совсем малипусики. Было здесь 45 ювенилов, 5 коконов. Хочу сказать, что 45 червячков так и осталось. Масса у них, у этих 45 червячков. Сейчас мы зависим сразу. У 45 червячков масса у охлаждённых сутки 19 грамм. 18,98. 19 грамм. Значит, в среднем получается 0,4-0,42-1 червячок весь. Вот это червячки охлаждённые с надеждой на быстрый выход. Ну, как бы вот нам так подсказали, и мы так подумали, что будет быстрый выход. Но выход произошёл обыкновенный у этих червячков. Выход, это 50%, это 90%, да? 90%. 90%. 90%, 19 грамм, 1 червячок, 0,42. Это месяц этим червячкам с момента выхода ювенилов. Два месяца с закладки коконов. А вот эти у нас сибиряки, которые заложены были. Вот они. Мы их закладывали аж 16 декабря прошлого года. Мы их держали при плюс 4-х 3 месяца. Пытались удержать выход. Мы его удержали, выход медленней проходил. Вот. И 16-го, 0-4-го, это получилось было сколько? 4-е, 3 месяца, да? 16-го, 0-4-го, 3 месяца было. 4 уже. Сегодня 4. Сегодня 5. 5, да? Да. Было 4 месяца. Мы их сюда 48 ювенилов положили и 2 кокона. Коконы так и остались коконами. И червячков здесь стало 48. Весят они 48, 25 грамм. Я уж не буду крутить. 24,45. 24,45. Вот. 24,45 они весят. В среднем 0,5, 0,50. 0,5 один червячок получается. Вот это мы задержали на 5 месяцев. Рост червя. Удержали. Сначала задержали на 3 месяца выход ювенилов охлаждением. Вот такой червячок получился. И сейчас я покажу. И удивили, кстати. Да и прям сразу активно стали расти. Да, и они вот, мы даже ювенила заселяли. Мы прошлый ролик такие же, как те. Они практически были одинаковые. Чуть больше вот тех, которые только вышли. А эти полугодовалые, пятимесячные. И сейчас я покажу червячка. Вот здесь вот у меня. Вот того же самого помета. Вот я сейчас возьму тут. Ну, декабрьский. Да, декабрьский. Вот я возьму. Какой он должен быть, по идее? Да, ну вот, средненький. Возьмем такие. Вот. Это вот такие вот. Вот. Коконы. Вот такие. 1,8. 1,9. Это вот такие. Настолько мы их задержали. 1,78. Это вот они. Вот это вот они. Вот насколько мы их задержали. Все-таки, ну, как бы, тема доказана опытным путем. Вот они. Вот такие они. Сейчас я несколько штук возьму в руку. Мне прям самого прикалывают. Вот, для сравнения. 1,7, 1,8 или 0,5. Ну, это тоже хороший маточный червь. Ну, да. Это вот 0,7, 1,8. Это вот маточный червь. Как бы молодой маточный червь. Уже можно в следующий месяц с него отбирать коконы. Провели сравнение. Провели... Вот, гляньте, что он делает. Как тут удержаться. Провели мелкий такой для себя анализ, выводы. Будем что-нибудь еще придумывать. Всем счастья, любви, здоровья, удачи, терпения в нашем нелегком деле. Берегите себя и своих близких. Пока.